я любила меня бросили все вот я просто тогда была уверена что это на всю жизнь мне кольцо было родной мой человек я как это любила люблю и буду любить в какой-то степени мне кажется всю жизнь ну да ну то на физическом уровне было больно просто я не знаю все тело болит ты лежишь ты там на какое-то время засыпаешь просыпаешься и вот это самое страшное когда ты такой сначала не понимаешь потом такой вспоминаешь что происходит сейчас и тебя всего скрючивает и там так вот лежишь просто вздыхаясь я думала что да я хочу уехать определенно на несколько лет хотя бы подальше и я меня прям там души какой-то в этот момент было то есть только горе в последнее время и ну вот там близких людей не стало и ой как-то все выталкивало аж ужас тесно мало да затхло все было я сейчас счастлива но я в принципе там с какого-то периода своей жизни просто перманентно стала счастливой потому что этому тоже надо учиться как выяснилось так посмотри прекрасный куст с цветами тоже восхитительно давай подумаем о нем а Здесь этому я и научилась. Выходить из тела и смотреть на себя со стороны. Что ты делаешь, о чем ты думаешь, на что ты трачешь свою жизнь. Начинаешь задавать вопросы, что вообще такое счастье. Я очень много времени тратила на какие-то бессмысленные страдания. Вообще, я только и занимаюсь сейчас, что преодолеваю свои страхи. И чем больше я их преодолеваю, тем круче себя чувствую. Я же могу вообще ничего не делать. А зачем? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я уехала в январе 2016 года. А когда уже был полный кризис? Ну, после 2014 года? Да. Так вот, у нас сейчас в пятницу будет презентация. Там агентство по недвижимости, друзья мои. И они хотят пафос, ну а-ля, там, с колен поднимать, там, что-то развивать, бизнес, инвестиции, привлекать. Если вы здесь на ноги встанете, подниметесь, то вы с ними столько не уезжаете. Ну, я уже заикалась. Слушай, у нас, допустим, дети есть, взрослые, мы с ними четко говорим. Нельзя, там ничего. Нет смысла, нету смысла там оставаться, нету будущего. В России? Конечно. А что дети на это говорят? Ну, да, нету, мы поедем. Все по-разному. То есть он бизнес-план какой. Мы откроем в Испании или где-то, ну, в любой стране европейской, это самое, как что? Кальянную. Кальянную. Ну, смехотаж. Ну, что это такое? А что, по-вашему, надо открывать? Надо иметь профессию. Ну, они же высшее образование получают. Ну, и что? Ну, какой у нас у всех? Ну, юрист-менеджмент. Ну, я же получила, нормально. Я прилетела, и через какое-то время открыли мы студию детскую. Потом появилось репетиторство, например, кто-то хотел заниматься индивидуально. И не только анимацией, например, живопись там и так далее. Некоторые вот совсем маленькие, там, пять лет там живопись просили. А параллельно стали, ну, ты знакомишься, появляются какие-то новые друзья, и они такие, ой, нам надо там визитку сверстать. Можешь, я, конечно, могу. А нам надо то, нам надо наружную рекламу, нам надо ролик, нам надо то. Что это такое? Крабы, все, крабы. Ешь крабов. Нет, я одного съел, не хочу больше. Да? Наташа? Я просто ничего уже не хочу. А я хочу. Он ешь. Нет, я хочу это, власти над миром, денег, ну, вот это все, чтобы иметь какой-то вес в этом мире. Блин, вес серьезно связан с деньгами? Серьезно. Короче, счастливее не становишься ты ни от чего, это ежу, понятно. Просто больше свободы. Чем больше денег, они счастья меньше мне не сделают. Но свободы больше тоже не станет, блядь. Как не станет, станет. Вот в данном случае сейчас, вот как насущный, насущный такой вопрос, свобода перемещения. Я мечтаю о паспорте. Пока. О свободе. И о большой зарплате. А у тебя нет такого, что вот ходила ты по Екатеринбургу? И тоже красиво. А тут вот всегда закат, всегда море, тоже красиво. Не надоедает? Ну, как бы не то, чтобы не надоедает, не приедается. Нет такого ощущения, как в Екатеринбурге? Ну, окей, ну и все. Да нет, конечно, но было уже сто пятьсот раз. Это бывают такие моменты, но потом восторг всегда возвращается. Уютное место. Уютное маленькое место. И отсюда легко путешествовать, и ты живешь какой-то уединенной жизнью. Это место для интровертов. Очень хорошо. Давай, добивай уже. У тебя по-любому есть еще какая-нибудь... Да, нож в спину просто, знаешь. Что такое Родина? Кребные дождики, светят радуги цветные. Это про это? Простые подорожники, естественно, самые родные. Что такое Родина? Ну, я не знаю, что по этому поводу сказать. Я, мисс Вселенная, хочу мира во всем мире. Ну, конечно, я сразу предупреждаю, скорее всего, то, что дождь был. Ну, конечно, все будем очень грязные, но счастливые. Мне вообще ничего не страшно. А тебе что страшного? Ну, в аварии было страшно. Иногда в самолетах страшно. Когда кто-то за рулем едет очень быстро. Ты на пассажирском тоже страшно. Что страшного? Ну, а умереть, страшно умереть. Вот ты себя в такие моменты спрашиваешь, ну, умрешь ты сейчас. И такой, в принципе, думаешь, ну, я что хотела, сделала, кому что надо сказала. В принципе, мне не страшно. Умереть это, конечно, звучит не очень. Но не станет и не станет. А близкие? Ну, что близкие? Они тоже меня не спрашивали, когда уходили. Радоваться будем? У-ху! Хе-хей! Раз, два, три! Ла-ла! А тут прыгать не стоит. За нами море. Ну, вообще-то мне нравится. Что-то в этом есть. Диана, ты же в России жила? Да, четырех лет. А после этого ты была в России? Была в России. Да? И что как-то? Нет. И все? Хотела бы там жить? Да. Вырастешь, поедешь в Москву. Учиться. В Гитлере. Да? Может, я тоже поеду? Вырасту и поеду. Но вы уже выросли. Ты считаешь? Да. А до скольки человек растет? До 20. После 20 он стареет. Все, капец нам. Я уже 10 лет как старею. Есть у нас предложение по бизнесу, интересное вложение. Параллельно вы получаете паспорт, грубо говоря, на три семьи. На вас, на детей и на заявителя родителей получают паспорт. А, у вас поизменились планы, я поняла. Но если вы вдруг решите как-то приехать на Кипр и посмотреть недвижимость, то тогда обращайтесь. Смотри, из Пафилии придет человек 30. При казном порядке. Если вы не пойдете, мы вас уволим. Уволить из города. Просто взять, выделить, дебальтат. Удалить. Удалить. Вам все равно. Вам все равно Лимасол нравился. Езжайте туда. Ваня, ты текст придумывал, да? Очень длинная, не успеют прочитать 100 очков. Вот смотри, посмотри, как он даже чисто, вот, Future of Paphos. Если сделать две строки. Типа дробить это все на... Если сделать две строки. Смотри, там огромный экран. Пять картинок, и должно быть минималистично и понятно. А что в ролик-то поставить, это Future of Paphos? Саша, не можешь сама выбрать. Меня вот, видишь, привлекает. Гамбут, Амстердам, Коппенгаген. Саша, это реально не имеет смысла. Хорошо, ладно, все, понятно. Красивые картины. Если не имеет, надо просто так сказать. Просто красивые картины. Я занимаюсь тем, что не имеет смысла. Класс. Николаны Наполеоновские. Мы собрались менять всего лишь маленький город на этом острове. Острове, который меньше, чем Екатеринбург по населению и по площади. Здесь, действительно, ты как в сказке живешь постоянно. И ты понимаешь, что ты можешь менять. Здесь смешиваются уже раз, уже как бы столько такой приток иммигрантов, что как бы ты... Сарямба, вы уже здесь не одни. Мы понаехали из больших городов, из мегаполисов сюда. Нам здесь нравится, нам комфортно, нам вообще классно. Но, блин, деревня. КОНЕЦ Здравствуйте, кто-то! Я очень рад, что я видел, что здесь есть мультинационная социальность, с английскими, чиньими и русскими. Я верю, что каждый из нас хочет менять нашу городу и сделать это более огромное, и дать больше жизни в нашей городе. Мы открыты, и давайте поговорим, и давайте создадим вместе. У меня есть один город, который не находится в Hamburg. Они имеют культурное событие, который распространяется каждый месяц. Нет, нет, нет. Мы только сделаем анализ. Мы уже говорили. Спасибо за ваши комментарии. Карлин Микклайс, вы хотите задать вопросы или комментарии? У нас уже получится! У нас еще однаCON ДВ, это будет фальтинг, и это будет фальтинг. У нас уже есть фальтинг. Это будет фальтинг, потому что у нас есть фальтинг. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну да, я так и понимаю Мама говорила, где-то здесь на набережной Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Схема была, утром просыпаюсь в тренажерный зал на пляжик, работа дома Иногда круче, но это очень редко, раз там в две недели Ни хренась очень редко Это очень редко, там знаешь, как все гуляться, как в последний раз живут? Ну блин, они там все такие, это, поспать бы, там лишний раз, не знаю, в теньке посидеть Вот ты проснулся, идешь на работу, а потом опять спать И вот так вот 6 месяцев Ну, так всю жизнь Всю жизнь, блин, я могла бы книгу написать Мне не нравится эта страна в плане жизни там А какая нравится? Австралия Ты была в Австралии? Нет, у меня там родственники живут Проще? Может, тебе съездить сначала, а потом и шаг? Если это Швейцария, итальянская часть, то да, я согласна Там, по-моему, 6 лет, что ли, и гражданство Да ко мне не нужно это гражданство, бог с ним А что тебе нужно? Себя реализовать денег, и все Ну знаешь, с русским паспортом сложно себя реализовывать где-нибудь А вот я хочу это сделать Ну ты, в общем, легких путей не хочешь Да Россия! Спасибо всем Я обязательно реализую свой проект Какие большие АПЛОДИСМЕНТЫ Свезда приехала ну да да там как твоя жизнь лично нет нет у меня личность только работа пока только тогда пойду я посмотрю что за проект это же наши наши же проекты ну да это проект анимационных фильмов где-то я тоже сидела я не могу я столько их переделала пересмотрела что я уже не могу меня сейчас наташ нет уже от этого всего но смысл то что чужие проекты рассматривать и вникать мне тяжело уже не своей то не могу нет я бы хотел еще чтоб снег пошел так прям как сказки за тут видишь чем говорится у нас что творится но чуть восточнее там тубак минус 40 чуть западнее там снегопад гололеда и там тепло и а у нас лишь все спокойно чем речку поем ну видимо и зачем шли слушай это вот было поле оно поросло этими сосенками будет лес сейчас очень дольше тем больше осознание того что есть свобода перемещения куда хочешь туда есть и хочешь там живи сколько хочешь и как хочешь вспомни до дрожи в коленках летом купаться хотелось а здесь я понимаешь это голубая водичка и которая у тебя в мечтах обычно вот голубая она такая тепленькая можно мне сидеть и не мерзнуть и она всегда у тебя есть вот пожалуйста сидим не сколько хочешь из же мечта голубая все равно я показывала на телефоне отец бросил купается в воде в горячем источнике там где-то в теме есть боже как же грустно я не знаю просто грустно я саша разговариваю саш наверное не приедет наша санечка тебе какого числа то надо уезжать понедельник ночью с понедельника на вторник во вторник 6 утра так это вот осталось всего две двое дня сашенька за тебе спасибо не угощайтесь и ешьте предвидительном порядок это чертонька устала то у меня же еда работает как снотворное похоже деда старше а ранний слепчук сколько в этом у меня наверху там так я иди говорю сколько тонн гуаши сколько тонн латмана сколько нам задавали сколько тут мучилась ну что за любовь будем пить или нет ну а как мы будем вы пейте я не буду за любовь за любовь и в школу не дай бог на последняя вот такой он сладкий все все то и не ладно как он вкусненький вкусненький и Продолжение следует... 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 Я поцарапала чужую машину за рулем чужой машины... Продолжение следует... 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 Так, девочки, вот Настя, Саша, вы сегодня у нас сходили первый раз в школу, и мы решили вам сделать вот такой подарочек, такой стол, собрали, где Лена очень постаралась. Смотрите, какой стол хороший она собрала в локации. Так, и что мы хотим, мы хотим, чтобы вы всегда радостно прижали в школу, и голубая, и чтобы приходили из школы и так же хорошо кушали, как сегодня. Спасибо. Такое большое слово. Внимание, выступает Саша Шлебчук, исполнение песни, исполнение песни Родина. Льется солнышко веселое, с золотыми ручейками, над садами и ночами, над полями и лугами. Здесь идут крепные дождики, светят радуги цветные, здесь простые подорожники, где-то самые ранние. Спасибо. Вдох. Всас. Мам, алло, привет. Ну да, нет, я вот решила все-таки сказать, что у меня все в порядке, чтобы меня не теряли. Все хорошо. Что, как там? Все хорошо, а дедушка как? А ты тоже уже не болеешь? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok